Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коренные жители очень любят подчеркнуть, что живут в самом центре Беларуси. Раз уж на то пошло, то и энергетика в таком месте просто обязана быть особой. Потому, наверное, любили сюда приезжать известные литераторы за вдохновением. Бывали тут Янка Купала и Якуб Колос. Марина Горка – это легендарное военное прошлое. О тех днях сегодня напоминают памятники и обелиски. Их здесь очень много. На окраине города есть и футуристическая диковинка – эко-технопарк Skyway. Вагончики перемещаются по подвешенным рельсам-струнам. Мы, пожалуй, тоже прокатимся. У меня семья считается многодетной. У меня четверо детишек. Это три девочки и один мальчик. Садик, школа – здесь у нас все рядышком. Города с каждым годом преображается, становится все красивее. Для меня любимое место – это парк. Потому что там есть, опять-таки, тренажеры, различные лестницы, карусели. Я родилась и выросла в Марином Горке. Я люблю свой город. Это моя малая родина. С каждым годом, конечно, город наш становится ярче, интереснее. За последние годы было построено большое количество новых жилых домов. Вот с такой теплотой и обожанием говорят о своей Мариной Горке коренные жители. Достаточно оглянуться по сторонам и слова излишней, когда есть главное – спокойствие, работа, условия для качественной жизни и отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 2. Hyperloop Soon, you can travel from Dubai to Abu Dhabi in just 12 minutes. The Hyperloop works on electric propulsion, leading to zero pollution. The high-speed transport system has pods accelerated through a low-pressure tube. Each pod can carry 10 people and is estimated to take 10,000 passengers per hour. This results in cost-effective and faster mode of travel between the two cities. The Loop will also carry goods that need to be delivered as well. 3. Skypods Dubai is all set to launch two models of the Skypod. The first one is Beam Cars, one of the biggest Skypod developers in the world. The Skypods can carry 8,400 passengers per hour. 21 stations will link these stable cars. The second version is Unibikes, which can carry up to 6 riders touching speeds of 150 km per hour. The Skypods will link the Burj Khalifa, City Walk, Sheikh Zayed Road and other areas. 4. Self-Driven Cars Driverless cars are expected to take over UAE roads by 2021. W Motors, a UAE-based automobile company, launched a fully automated car, Muse. After its pre-launched in February 2019, it was expected to hit the road during the Expo 2020. An announcement on the confirmed date is now awaited. 5. The Electric Aircrafts Travel from Dubai to Abu Dhabi in electric planes for just 18 dirhams. As and when it's functional, the aircraft will carry 4 passengers along with a pilot. The new system is expected to hit the skies in 2021. Let us know in the comments below which mode of transport you are waiting to travel in. 1. 2. 3. 2. В своем стиле вебинары. И сегодня я хотел бы также соблюдать тайминг, чтобы не отвлекать ни вас, ни себя. Новостей на самом деле достаточно много, но многие новости говорить нельзя и попросту я их не знаю. Потому что вы видите, что появляется одна информация за другой именно в арабских информационных полях. Это уже устаревший слайд, то есть о нас говорит напрямую непосредственно один из стратегических партнеров. Это научно-исследовательский технологический парк Шаржи. И вот вы видите, даже в Instagram, в Stories идет упоминание. И здесь я хочу отметить не просто упоминание, но для тех, кто понимает, для тех, кто в теме уже нашего проекта, установлены промежуточные опоры линии грузового транспорта, по которой будет перемещаться транспортный подвижной модуль, перевозящий контейнеры подвесной и навесной. И в этом вебинаре обязательно мы об этом поговорим. Я хотел бы сделать в этом вебинаре упор на свой взгляд на официальные новости головной компании, потому что в них я увидел конкретную нематериальную ценность, почему нужно входить в проект и почему нужно им интересоваться. Поставьте от 1 до 10, как вам вот эта картинка с грузовыми промежуточными опорами. Я был восхищен, и вот вы видите, что с крыши, опять же, в лучших традициях экологии, здесь пустыня, здесь жаркий климат, и видите, кактус уже прорастает, но также будет все абсолютно экологично. Кто-то в комментариях назвал, может быть, слишком скромный репортаж от национального канала Республики Беларусь, это первый канал, и это уже не впервые для тех, кому кажется, что вскользь упомянули. Все-таки публикация была об празднике города Марины Горка, и это небольшой город, который, возможно, в будущем станет даже каким-то аналогом Кремниевой долины, что имеет место быть в США и в Республике Беларусь. Такой же научный центр, и Марина Горка не исключено, что примет в будущем ведущих стартаперов как в цифровой индустрии, так и в реальной инженерной индустрии, потому что на улице «Зорный шлях», что в переводе «Звездный путь», кстати, немаловажное достаточно такое название, рождается и создается на глазах уже не просто стартап, а рождается уже конкретное применение в виде коммерческих проектов. И вот этот ролик, который вы увидели в начале, я хотел бы немножко его прокомментировать. Это отличная компания с транспортом будущего, который появится на улицах и в воздухе в различных городах Арабских Эмиратов. Но вы видите, что упоминаются различные технологии, и это нормально, потому что каждая страна принимает максимальное количество прогрессивных технологий для того, чтобы раскручивать свою экономику и для того, чтобы повышать благосостояние. Но главное для нас это то, что здесь уже независимые блогеры популярны, непопулярны, это уже второй вопрос, говорят о технологии, которую мы с вами финансируем без каких-либо договоренностей, то есть это просто появляются ролики. И я знаю не понаслышке, есть арабские блогеры, которые многомиллионники. Настанет время, когда и они будут о нас говорить. Ну, конечно же, всему свое время. И здесь то, что было продемонстрировано, говорит о том, что все больше и больше раскручивается маховик популярности технологий уже и на иностранном пространстве. То есть технология уже вышла далеко за пределы Республики Беларусь. Это точно. Это для тех, кто будет в первый раз слушать мой вебинар. Называется он «Все самое интересное и актуальное в проекте СВЦ». СВЦ – это инвестиционная платформа международная, мировая, которая финансирует ту технологию, которую вы видите на слайде. И в Арабских Эмиратах, я думаю, что мы в ближайшее время получим новую информацию, что там было построено, какие были работы проведены. Это все замечательно освещает в своем дайджесте новостей Михаил Кириченко. Я думаю, что из недороголовной кампании также будут очень интересные репортажи, что происходит в различных направлениях. А я хотел бы сказать на самом деле то, что волнует меня лично. Вот если бы я сейчас входил в проект на данной стадии, то я бы спросил, задал бы три вопроса. Первое. На какой стадии находится проект? Сейчас проект находится не на стадии идеи. И многие проекты на стадии идей и заканчиваются. То есть идея может быть колоссальная. Взять даже Жака Фреско. Колоссальная идея. Но какое инженерное применение, какая инженерная реализация. То есть не дошли даже до каких-то проектных работ. То есть были эскизы, были чертежи. И на стадии идеи многие с нами присоединились в 2014 году. Кто-то еще раньше, еще до эпохи краудфандинга и краудинвестинга. Но когда показывали еще не проработанное относительно визуализации, то тогда это казалось, вау, круто. Подвижной состав перемещается прямо в небе. И поэтому он называется небесная дорога. И я на это пошел. Но если бы не было бы 100 ответов на 100 вопросов в плане инженерии, и я по образованию вышедшему инженер-механик, то я бы заинтересовался меньше проектом, потому что идею нужно обосновать. Второй вопрос, который я бы задавал, насколько обоснована идея. И дайте мне материалы. Если я инженер, я буду спрашивать технические различные материалы. Если я девелопер, потенциальный, и, допустим, был такой период, когда можно было как-то даже пытаться развивать адресный проект, сейчас это запрещено, это может делать только головная компания. И сейчас мы сосредоточены именно на развитии финансового, на расширение партнерской сети для увеличения потока инвестиций в стартап. Если я, допустим, имею компоновка, абсолютно правильно, друзья, это косяк, это ошибка. Кстати, в следующем слайде нормально все, так что не волнуйтесь. Благодарю то, что внимательно читаете мои слайды. И следующий этап, это я спросил бы, если бы меня интересовали инвестиции, какая окупаемость, какой возврат инвестиций. Также есть бизнес-план, есть пессимистичный уклад, есть оптимистичный уклад, есть сдвиг по срокам. Вы знаете, что Литва отбросила нас на 2-3 года, и сейчас мы с опережением фактически и финансируем, и головная компания развивает технологию. И далее я бы спросил, а дошел ли проект до стадии прототипа? И многие на самом деле, вот Future Faraday, это электрокар, спорт электрокар, который дошел до прототипа, даже показали прототип, но он, к сожалению, был даже невозможен к запуску, к передвижению, по дорогам, к тесту, потому что это был просто пластика, некоторые говорят, что это был даже картон. То есть прототип был готов, но он не работоспособен. Дошли ли мы до этой стадии, до этого периода, ответит каждый для себя сам. И потом, если это уже пройденная стадия прототипа, я бы спросил про сертификацию готовящейся, и конкретно про выход на коммерческий рынок. И все эти стадии мы уже с вами прошли и проходим в плане выхода на коммерческий рынок. Сейчас все сосредоточение идет на 25-местный подвижной стаб пассажирского направления и грузового направления, это перевозка контейнеров. Вот два направления, два фокуса, на которые сейчас сделала упор головная компания. И не может она развивать, допустим, только пассажирское направление, потому что потом, конечно же, нужно будет перестраивать и отношения к себе с точки зрения институциональных инвесторов. Если ты занимаешься только пассажирским транспортом и начал заниматься только им, то на грузовой потом сложно будет перестроиться. И вот как раз конструкторское бюро компоновки абсолютно такое идеальное пространство для создания любого типа вообще транспортного средства. Многие задают вопрос, какие будут следующие модели и что вообще далее будет развивать компания. Компания не будет развивать что-то спонтанное. Компания будет развивать, а мы с вами финансируем эту компанию, только те подвижные составы, только то направление, которое востребовано рынком. Все, этапы, периоды того, что мы делали какие-то попытки финансирования того, что может потенциально выстрелить на рынки, закончились. Например, юнибайк, например, легкий прогулочный транспорт. И даже вот я видел в комментариях на YouTube, что люди, наверное, не знакомы с нашим развитием, не в курсе, что такой концепт действительно есть, не просто концепт, это рабочая машина абсолютно, и при финансировании может быть реализован адресный проект и спрашивают, задают вопросы, что вот, а как у вас с концепцией велосипедного транспорта. Ну, на самом деле, это все так же проработано, просто потенциал экономический, он немного меньше. И как раз-таки бюро компоновки – это своеобразный инженерный локомотив конструкторского бюро, и далее этот локомотив толкает все остальные сферы деятельности в других конструкторских бюро. То есть вначале формируется техническое задание либо главными конструкторами, либо лично генеральным конструкторам. Далее уже происходят наброски, то есть эскизные проекты, какие-то чертежи. Это может быть просто на листе бумаги, это может быть непосредственно на доске. И согласуются требования. На прошлом вебинаре я останавливался на том подразделении, которое техническими условиями как раз занимается. И определяется вообще экономический потенциал, экономический эффект, делаются расчеты для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться в конструктивном плане. То есть уже в плане применимости, в плане конъюнктуры рынка все понятно, как конструктивно это все будет выглядеть. И как я уже сказал, сейчас приоритетными направлениями является пассажирский модуль на 25 мест и два контейнеровоза второго транспорта над землей, транспорта второго уровня, один навесной, другой подвесной. Это действительно такое бриллиантовое подразделение КБ. Пять человек всего работает, представьте себе. Работают со всеми смежными вообще конструкторскими бюро. Это шасси, это электрооборудование, это подвижные составы. И компоновщик это как связующее звено. Если говорить, допустим, языком блокчейна, тоже мы к этому обязательно перейдем в будущем. Надеюсь, что хотя бы через несколько месяцев я уже начну рассказывать об этом подробно. Есть тоже необходимость связывать данные из реального мира с цифровым миром. И здесь необходимо как раз таки организовывать деятельность между всеми конструкторскими бюро. Но кто-то должен начинать. Кто-то должен закладывать основы, закладывать требования, чтобы далее уже свои штрихи добавляла служба дизайна и уже расставлялось оборудование более конкретно. происходили аэродинамические тесты. Все это меня, безусловно, очень сильно мотивирует, потому что показывает максимальную серьезность проекта. Даже вот аэродинамические продувки происходят после того, как создан внешний облик. То есть не цель сделать красиво, а цель сделать так, чтобы услуга была максимально востребованной. А востребованная она будет при соблюдении критериев и факторов безопасно, дешево, экономично, экологично, комфортно, долговечно. Все эти критерии соблюдаются. И фактически ни одного транспорта сегодня я не могу назвать, где бы соблюдались такие критерии. Что, допустим, делает Hyperloop в своих разработках, я не знаю. То есть сколько у них конструкторских бюро и что за пиаром, за маркетингом еще стоит в плане реальной инженерии. Какая безопасность будет, когда мы с вами будем садиться, допустим, в когда-то созданный Hyperloop. Ответы на вопросы на эти, не полученные лично мной. И в мире нет аналогов вообще транспортного средства, которые перевозят контейнеры таким образом. То есть есть контейнеровозы. Но почему сделан навесной и подвесной транспорт? Потому что, ну, на самом деле навесной это абсолютно такое привычное, но подвесной, представьте, насколько более экономично будет. Вот здесь у нас контейнер и сразу он может опуститься на поверхность. Его не нужно подхватывать, брать и перемещать логистику, программировать, какие-то ненужные шаги делать. Сразу его можно опустить. И этой задачей не решает никто. Фактически то, что создается сейчас в компании, которую мы с вами финансируем, это не просто транспорт, это максимально оптимальное решение транспортной инфраструктурной услуги. Лучшим образом. Поэтому и 50 конструкторских бюро. И вот вы видите здесь, что прорабатывает различные начальные такие наброски, ну, не просто на бумаге, а в 3D. Прорабатывается, будут ли повороты, будут ли виражи совершаться транспортным средством. И это все делают вот такие вот бриллианты, 5 бриллиантов конструкторского бюро компоновки. И вот вспомните визуализацию, поставьте плюсики, кто помнит, где в небе перемещается наш подвижной состав. Насколько вот 1 до 10, поставьте, насколько более проработанная вот эта визуализация. То есть здесь вы видите уже реальный вид транспортного средства, который уже будет использоваться в виде коммерческого применения. Это не картинка. Это 3D-модель того, что будет создано уже в реальности. И это не какой-то концепт. И увидите, пожалуйста, сложность вообще структуры, сложность разработки того, что никто никогда в мире не делал. Например, здесь представлены контейнерные перевозки. И вы видите, что в Досалт-Системс, в единой системе разработки, все это демонстрируется, все это показывается, и компания этого не скрывает. Потому что это действительно делается, и если это показывается, значит, это уже запатентовано. И запатентовано с помощью зонтичной системы патентования, так как генеральный конструктор по второму образованию имеет диплом патентоведения. И далее мы с вами переходим уже от первоначальных эскизов, от первоначальной модели к тому, что по требованиям могут быть указаны какие-то нюансы по габаритам. Нюанс в том, что транспорт, который мы с вами финансируем, он достаточно узкий. Колея сама, она достаточно узкая, это тоже ноу-хау, и это будет приятно тому, кто будет смотреть вверх, например, над проезжающим транспортом, не будет весь обзор рельс загораживать, и не будет это монолитной какой-то бетонной конструкции, как сейчас в Индии, в Индонезии, скоростной подвижной состав, который доставляет из центра города, например, в аэропорт, выглядит. То есть это будет легкая ажурная конструкция. И далее компонуется вся начинка машины, опять же, предварительно идет согласование, отдел компоновки, на то и название компоновка, он только компонует и предполагает, далее конструктивно все уточняет. Берется оптимальная подвеска, рама согласуется, обсуждается с другими конструкторскими бюро, и только потом, уже после понимания габаритов, переходим непосредственно к понятию компонентов. Комфортности – это второй критерий качества после транспортной доступности. Сели бы вы некомфортный транспорт, который менее комфортен, чем современный Икарус, допустим, либо трамвай. Ну, я уж не говорю о маршрутках. И я с нетерпением жду уже именно того момента, когда я смогу опуститься на сиденье коммерческого применения вида транспорта. Какая там будет плавность хода, какой там будет комфорт. Я не говорю про вот эти фишки, гаджетов, которыми начинают сейчас автомобили в виде акустики, в виде массажа кресел. Ну, вот недавно, допустим, я посмотрел, опробовал, у знакомых был способ, ну не способ, а опция с массажем кресел. И я ехал на сиденье пассажиры. Я могу честно сказать, если бы я ехал с массажем кресла за рулем, меня бы это отвлекало. Это может спровоцировать аварию. А зачем это делать? Для удорожания и для повышения хайпа на то или иное транспортное средство, ну, какой-то новый автомобиль, новую марку. Потому что вообще вот наполнение начинка, как гаджетов, которые мы с вами используем, она заканчивается. И опции, которые можно добавить в автомобилях, она также заканчивается. Я надеюсь, что вот этот вебинар по тезисам Ольга все разберет, потому что, ну, я даю такие инсайты, потому что было время подумать. И сейчас мы не испытываем никакой информационный вакуум в виде новостей. Сейчас нам показывают то, что я давно хотел увидеть, что же происходит внутри. Если это можно показывать, значит, это защищено. Еще раз хотел бы повториться. Посмотрите, насколько много уже визуализации, применения, созданное в виде контейнерных перевозок. И то, что тут снова ошибочка вышла, извиняюсь, с названием компоновка, то есть я всегда признаю свои ошибки. Но эти ребята действительно делают чудо и они являются первопроходцами. Перейдем непосредственно к тому, что также имеет огромное значение. Я остановлюсь на конкретных примерах из мировых брендов. Это конструкторское бюро кузова. И начальник конструкторского бюро рассказывал, очень мне интересно было послушать про материалы. И это совершенно разные материалы, но самое главное для меня было критерий безопасности. Не критерий шумопоглощения, а критерий безопасности. Потому что, вот посмотрите, справа внизу это вспыхнуло пламя и вспыхивало пламя на спорткарах Tesla, на автомобилях уже третьей серии Tesla. И были случаи, когда были сильные увечья у пассажиров, несмотря на то, что требования фактически так автомобилю, они ниже, потому что это индивидуальное средство передвижения, выбраться можно быстрее и проще. Если говорить про те подвижные составы, которые мы с вами финансируем, здесь требования жёстче, так же как железнодорожному транспорту, потому что длина пассажирского модуля, она может быть больше, дверей меньше, то есть не с каждой стороны. И, соответственно, выбраться возможности быстро у пассажира также меньше. Поэтому здесь всё максимально должно быть оптимизировано. И когда говорили про материалы, да, конечно, шум это очень интересно. И были проведены исследования, откуда идёт максимальный шум. Максимальный шум это пара рельс-колесо, это понятно и так. Потом даёт шум оборудование, это также понятно, потому что, перемещаясь в автомобиле, мы слышим всегда рёв мотора. Кто-то любит рёв мотора, кто-то прямоточный двигатель устанавливал, глушитель, точнее, устанавливал ранее для того, чтобы мотор так орал. Но в пассажирском общественном транспорте должен быть максимальный комфорт и безшумность. Я думаю, что та технология, которую мы с вами финансируем, она достигнет вообще рекордных показателей в плане шумоизоляции. Это не будет дополнительной какой-то опции, когда заказчик должен докупать. Это будет уже по определению стандартной опции хорошая шумоизоляция. И были выбраны несколько производителей. Для гашения высоких шумов используется волокнистый материал. То есть, вы видите, что он обеспечивает и шумоизоляцию, и теплоизоляцию неспроста. Он с другой стороны такой как бы блестящий. И всё это находится внутри подвижного состава. И также выбор гасящие материалы. Здесь я был поражен на самом деле, потому что гонятся не за каким-то параметром материала только, но и понимая, что лишний вес всегда нужно убрать. Это как человек. Фактически наш транспортный андроид, это как человек, ему всегда нужно бороться с лишним весом. И на самом деле эта проблема максимально хорошо решается. То есть, не используется, например, фанера, не используются какие-то тяжелые, более толстые материалы. Всегда за стройностью подвижных составов идёт чёткий контроль и за их весом. Потому что от этого зависят эксплуатационные качества, от этого зависит дорогизна либо дешевизна, от этого много что всплывает. Фанера, например, не используется, потому что подвижной состав находится в подвешенном состоянии на путевой структуре. И поэтому на полных покрытиях используются сэндвич панели. И вы видите здесь сравнение, панера, сэндвич панели. Вот фактически толщина она такая же, но вес в три раза меньше. Представьте, насколько она до оптимизации продумывает каждое конструкторское бюро. И здесь я хотел бы остановиться на таком важном критерии, кто в курсе о понятии голубой организации. То есть, есть голубой океан ещё и так далее. То есть, это те организации, внутри которых каждое подразделение работает как самостоятельный бизнес, как самостоятельное подразделение. И работает независимо от друг друга. На мой взгляд, постепенно выстраивается такая концепция внутри зао-струнной технологии. Та компания, которую мы с вами финансируем, разработку и выход на коммерческий рынок, которую мы с вами финансируем. И, конечно, руководит и дирижирует этим всем генеральный конструктор, потому что у него всё в объёме находится в 3D, может быть, даже в 4D в голове, и он представляет, как это будет. Но независимо от друг друга синхронно, как в гребле синхронно нужно грести, здесь также синхронно все конструкторские бюро работают и выдают результат, который от них требуется. Это действительно классно. Некомпетентные личности и какие-то лишние, возможно, работники, они были отсеяны во время пандемии. Кто-то сам ушёл, кто-то не выдержал. И произошла фильтрация. Этим также хорош фактор то, что компания использует даже такие вот негативные условия, как момент что-то обдумать, изменить стратегию и ещё более упрочнить струну вообще кадрового резерва, кадрового потенциала. И сейчас максимально сильный кадровый потенциал. Я думаю, что всё будет делаться максимально в срок, несмотря на то, что в предыдущих слайдах по контейнерным перевозкам только-только сейчас создаются, на стадии эскиза это всё находится и создаются ТУ, технические условия. Но вы видели неоднократно, что лёгкий прогулочный транспорт с нуля до рабочего прототипа на выставку и на транс был создан за 3-4 месяца и чуть более чем за 5 месяцев был создан первый пассажирский модуль. Могут ли добиться современные автопроизводители таких сроков? Я думаю, что нет. А могли бы добиться специалисты зао-струнные технологии, если их удвоить вдвое-втрое? И ещё мы инвестиции добавим вдвое-втрое. Конечно же, ответ – да. И здесь использовались различные совершенно материалы. Также огромный упор делают, так как вот транспорт, как я сказал, узкий, на то, чтобы транспорт был и прочным, используются определенные для экстерьерных панелей капотов, обшивок, также специальные материалы, которые борются с лишним весом. Несмотря на это, они прочные. И используются комфортные сидения от итальянских производителей. То есть также был произведен определенный мониторинг, исследование рынка, и лучшие производители были отобраны даже в узком транспорте, чтобы сидения складывались и раскладывались. Вот когда я это слышу, если бы мне в 2014 году кто-то это обрисовывал, то, поверьте мне на слово, у меня ещё больше мотивация была бы войти в проект, и я бы понимал его масштаб, его перспективы и его огромнейшие амбиции. И на самом деле то, что продемонстрировали работники предыдущего КБ, не умаляет и не исключает вообще уникальности внутренних изобретений, внутренних достижений КБ-шасси. И здесь была создана очень серьёзная разработка. Это уже не гидравлическая подвеска, это пневмоподвеска. И в автомобильной индустрии это также ценится, это уже такая дорогая опция. А здесь это будет также функционал. Я не знаю, это будет стандартный функционал, либо дополнительный, но по моей логике, если это сейчас испытывается, это будет стандартный функционал обычного подвижного пассажирского модуля с абсолютной плавностью хода, которая достигается уровня седана бизнес-класса. Представьте, какой это уровень. Фактически, вот говорят владельцы седана бизнес-класса, что едешь плавно, как по рельсам. Вот здесь фактически по рельсам-то мы и будем ехать, только не по традиционным, а по инновационным струнным рельсам. И это также немаловажно, то, что вся подвеска, она будет подрессорена. Причем две степени подрессоривания. Я не буду вдаваться в технические подробности. Вот здесь вы можете увидеть всю сложность вообще того, что было создано в недроголовной компании. Но могу сказать, что это значительно будет облегчать эксплуатацию транспорта, которую мы с вами финансируем людьми с ограниченными возможностями. Может ли сейчас человек с ограниченными возможностями без проблем зайти и сесть в автобус? Нет. Автобус не может опуститься. И это только в люксовых моделях автомобилей. Сейчас доступна пневмоподвеска, что автомобиль может опускаться, подниматься. Ну и то такого максимального комфорта и не будет. И далее я могу сказать, что несмотря на то, что все это испытано, смоделировано, далее это все еще перемещается в экотехнопарк для того, чтобы провести ряд дополнительных испытаний помимо моделирования. И только потом это пойдет все на чистовую. Так, Владимир, вы для чего рассказываете здесь технологии? Мы это можем сами прочитать. Все имеется в свободном доступе. Друзья, поставьте от 1 до 10, насколько вам интересен именно мой взгляд и раскрытие новостей, которые говорит тот или иной специалист головной компании. Я не пересказываю здесь новости. Я даю свой взгляд и именно взгляд с точки зрения индустрии в целом, транспорта, инфраструктуры, так как немалый кругозор. И на самом деле вот это нематериальная инвестиция того, что это может побудить человека, даже который не знаком с технологией, инвестировать, присоединиться к проекту. Потому что если бы описали возможности этой коробочки, что произойдет через 15 лет, и предложили бы инвестировать, стали бы вы инвестировать. Конечно бы стали. Несмотря на сложность технологий, несмотря на какие-то очень сложные процессы внутри. И здесь я ничего не сказал сегодня сложного. Я не вдавался как раз таки в технические подробности. Но это нематериальная мотивация присоединяться к проекту, так как такие опции на сегодняшний день в мировой транспортной инфраструктурной отрасли в стандартном решении не предоставляются. И именно поэтому та технология, которую мы с вами финансируем, была выбрана правилесом Арабских Эмиратов для ряда проектов. Именно поэтому серьезные партнеры в виде научно-исследовательского парка Шаржи поддерживают. И именно поэтому сейчас многие проекты, они и не раскрываются. Где, в каких Эмиратах это будет. Но задан курс, в каких направлениях это все будет двигаться. Это грузовые тяжелые пассажирские перевозки и грузовые контейнерные перевозки. Это рынок с огромным потенциалом. Я думаю, что на следующих вебинарах я обязательно это раскрою более подробно. А теперь я хотел бы сказать о текущей ситуации, что происходит в мире. Один критерий назову, и он заставит задуматься, знающего человека, стоит ли инвестировать в венчурные проекты. Стоимость золота достигла 2000 долларов. 2000 долларов. Еще не так много времени назад, 1500 это было. Почему это происходит? Почему люди инвестируют, кто в криптовалюту, кто в золото, кто в венчурные проекты? Потому что понимают нестабильность экономической сегодняшней ситуации. Понимают, что в любой момент потенциально что-то в экономике может быть нарушено, и она даже потенциально может обнулиться. Поэтому те моменты и те времена, когда золото растет, говорит о том, что нужно задумываться, куда инвестировать и куда диверсифицировать свои риски. И это явно не банковские вклады. Поэтому все больше и больше людей присоединяются к проекту, которую мы с вами развиваем, и платформе, членом управления которой я являюсь. И я несказанно рад этому. Сейчас мы готовы выходить действительно на промышленные объемы трафика, и что мы и делаем. На многие страны уже автоматизировано, и лучшие лидеры работают с трафиком уже сейчас. Те, кто заполнили таблицу по лидогенерации, нашей системы лидокол, то обязательно я лично с вами свяжусь. После того, как те страны, которые сейчас работают, с ними будут все выстроены процессы, потому что это огромный потенциал. Латинская Америка, это огромный потенциал части Азии, которую мы не охватили. И ничто не остановит SWC, ни пандемия, ни удаленная работа, ни какие-то катаклизмы. Вы видите, что год достаточно непростой, високосный, но мы с победой подойдем, я уверен, к завершению этого года. Благодарю за внимание. Как обычно, тайминг 43 минуты. Сегодня мы уложились. Я отвечу буквально на парочку вопросов, и буду завершать. Коллеги, вопросы? Когда будет примерно закрыт вход в корневую, чтобы определиться, какой пакет активировать? Людмила спрашивает. Это каждый для себя сам определяет, на самом деле. У каждого свой критерий достаточной инвестиции и комфортной сейчас инвестиции. Я продолжаю инвестировать, говорю честно, и буду инвестировать, и как только я увижу, что вот-вот уже будет перепрыжка через этап, либо будем близиться к закрытию корневой компании. Конечно же, я ускорюсь, как это делается в виде спринта. Нужно будет ускориться тем, кто захочет получить максимальную выгоду от будущей капитализации. А то, что вы видите, сейчас мы находимся на стадии финансирования компании, которая сертифицирует транспорт, сертифицирует инфраструктуру, это стрелочный перевод, это не только подвижной состав, это депо, это путевая структура в соответствии с наивысшими требованиями не только Европейского Союза, но и в Арабских Эмиратах. Это уже более серьезные требования, которые, допустим, по которым сертификаты получали ранее. Это не Республика Беларусь, это мировой уровень. После сертификации, для чего компания сертифицирует продукцию? Для того, чтобы ее выводить на рынок. Если говорить в логике биотех, это получение FDA всяких сертификатов, то есть то, что лекарства можно использовать на людях и так далее. В нашем случае сертификация необходима для того, чтобы уже полностью опуститься и чтобы головная компания получала уже авансовые платежи от коммерческих проектов, которые, я думаю, на немалые суммы планируются. И генеральный конструктор неоднократно говорил о том, что до конца этого года начнутся очень серьезные сподвижки по адресным коммерческим уже проектам. Когда следующий подэтап? Здесь я могу сказать, что следующий подэтап зависит конкретно от финансирования. Но я бы не рассматривал концепцию подэтапов, потому что подэтапов все-таки это для вашего удобства и для моего удобства было введено для планирования, финансирования и для того, чтобы дисконт не менялся столь резко, потому что вы помните, как менялся дисконт, зависит также от финансирования. Ожидаем серьезные инвестиции, не буду говорить от кого, не буду говорить, хорошо скажу, какая часть света, Азия, и, возможно, после этого сменится подэтап. Потому что там достаточно весомые инвестиции, которые в десятки раз рекорды текущей инвестиции могут переплюнуть. Так, будет ли выставка в Шарже, как говорил Анатолий Эдуардович? Виктор, отличный вопрос. Выставочная экспозиция будет продемонстрирована на территории научного инновационного центра Skyway. Выставки не будет на экспо, но все, что декларировалось, скорее всего, тут я не могу утверждать, это скажет только генеральный конструктор, но он об этом говорил в своем видеоблоге, будет продемонстрировано на территории Шаржи. Это даже лучше, потому что целевые уже визитеры и гости будут посещать это место для обсуждения применения транспорта и даже заключения каких-то коммерческих проектов. Это большой стенд той технологии, которую мы финансируем. И, на мой взгляд, это даже лучше, чем участвовать на экспо-2020 на данный момент в период пандемии. Так, коллеги, еще вопрос, и я заканчиваю. Скоростная трасса. На прошлом вебинаре я говорил, Олег, по поводу того, что прорабатывается сейчас вопрос и в строительстве Республики Беларусь вдоль одной близлежащей трассы автобана и также в Арабских Эмиратах. Какая страна, либо в обоих странах это будет строиться, покажет и инвестиционный потенциал, и какая страна окажется наиболее быстрой к согласованию всех необходимых требований по строительству скоростной трассы. Но скоростной трассе однозначно быть, а за ней и гиперскоростная. И тут стоит понимать, что это такая дорожная веха. Я не видел этого ни в одной компании, но гиперскоростной транспорт, он не просто так будет строиться, что гиперскоростной, 1250 км в час максимум, и все. Это отработка технологии, уже той технологии, которая является целью жизни Анатолия Эдуардовича, технология Spaceway, которая позволит вывести индустрию в ближний космос. Ну и моя тоже лично эта цель, помочь ему это максимально сделать нашими силами и упорцами на платформах SWC. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Я надеюсь, что мой вебинар вам был интересен, несмотря на то, что здесь интерпретация, освещение новостей головной компании, но вы видите, что я даже не затронул мировые события, хотя мне есть, что вам сказать, и когда будет время по таймингу, я обязательно это сделаю. Поставьте от 1 до 10, какие-то эмоции, комментарии, спасибо, либо не понравилось. По поводу качества преподнесения информации, качества спича, так скажем, на моем вебинаре, я буду стараться совершенствоваться. И далее. До скорых встреч через 2 недели. Мы с вами увидимся уже в 9. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok